Анатолий Дмитриевич, каковы основные итоги деятельности Министерства в 2017 году и какие бы достижения хотели бы особо отметить? Ну, в общем-то, если говорить о достижениях, наверное, ведь деятельность Министерства нашего такова, что, в принципе, она охватывает очень много направлений, по которым работает ряд и других министерств. Ведь речь идет о взаимодействии с обществом, речь идет о взаимодействии, различных формах взаимодействия с населением, речь идет об информировании, речь идет о создании, скажем, нового уровня правовой культуры населения. И, соответственно, говорить о том, чтобы выделить конкретно это ваше заслуга, наверное, очень сложно. Потому что это в целом работа самого общества, это прежде всего работа многих органов исполнительной власти. А наша основная задача, как министерство, она состоит в том, чтобы создавать некие организационные, может быть, условия, информационные условия, правовые условия для того, чтобы этот диалог шел, развивался и был полезен обоюдно и государству, органам власти, и, конечно, прежде всего, населению, людям, обществу. Поэтому, я бы назвал, может быть, такие цифры. Вы знаете, если по состоянию на январе 2018 года, сейчас мы фиксируем по данным Министерства юстиции Российской Федерации регистрацию, допустим, по такому направлению нашей работы, как некоммерческий сектор, 2130 зарегистрированных некоммерческих объединений, то, если вспомнить, допустим, скажем, ситуацию 3-4 года назад, то их было тогда 250-300. Вот смотрите, то есть сам рост вот этих вот показателей, он свидетельствует, ну, с одной стороны, об актуальности этого направления, что государство правильно выбирает направление взаимодействия с обществом, потому что через общественные объединения, через некоммерческие общественные объединения происходит вот как раз-таки, скажем, может быть, кристаллизации можно применить это слово, интересов, групповых интересов общества, населения. Когда, ведь один в поле не воин, да? А объединение нескольких человек, объединение десятков человек в какое-то общественное объединение, в какую-то организацию для того, чтобы защитить свои интересы, для того, чтобы решить ту задачу, которую вот это сообщество единомышленников видит, то это уже совершенно другое дело, совершенно другой уровень решения. Это и есть, собственно, гражданское общество. И вот те цифры, которые я назвал, вот как раз так это и есть наиболее убедительная характеристика. Это действительно выдающиеся цифры с 300 сразу до 2000 с лишним, буквально за 3-4 года. Совершенно верно. В нашей республике так получилось, что это сектор, в котором работают, взаимодействуют между собой и работают с таким сообществом, некоммерческим сектором, 8 исполнительных органов государственной власти, то есть, попросту говоря, 8 министерств. И если взять, допустим, когда все это начиналось 4 года назад, совокупный бюджет, который уходил на поддержку деятельности таких некоммерческих объединений, занимал где-то порядка 300 миллионов в год, вот начинались 250-300 миллионов начиналась работа. То есть, сейчас именно на поддержку деятельности таких социально значимых проектов для населения уходит порядка уже миллиард 200. Это вот по предварительным данным за 2017 год, за прошлый год. И видите, с одной стороны есть движение со стороны общества, общественных объединений некоммерческого сектора, а с другой стороны есть, скажем, те условия, которые создает государство для того, чтобы оказывать содействие некоммерческому сектору в защите своих прав, в постановке своих вопросов важных, жизненно важных, там, где, может быть, государство недорабатывает, там, где, может быть, требуется большая сфера приложения активности общественных объединений. Вот то, что, собственно, и происходит у нас. Вообще, возможно, вопрос такой, вы знаете, что такое некоммерческий сектор? Вот я подхожу к этому, ну как, может быть, спорное определение, ну, вот, допустим, есть коммерческий сектор, да? Ну да. Это банки, это предприятия, которые… Ну, в принципе, суть их понятна в целом, коммерческие. Да, которые видят, в конечном итоге, прибыль, некую прибыль, да, в денежном выражении. Все остальное – это некоммерческий сектор. Вот, и, собственно, есть у нас федеральный закон 7-й, правда, он староват, он в 1997 году был принят. Этот федеральный закон, собственно, определяет, что такое некоммерческий сектор, какие объединения относятся общественные к некоммерческому сектору. Зачастую, значит, к нему относятся еще и государственные бюджетные учреждения. Но вот сейчас идет как раз работа над тем, чтобы расширить именно вот работу по выделению бюджетного, то есть государственного сектора, государственных учреждений от, собственно, самой инициативы, творческой инициативы самого населения, которые объединяются в такие вот общественные группы, общественные объединения. – Анатолий Ильич, не можно смело сказать, что благодаря, в принципе, некоммерческому сектору развивается гражданское общество? – Да, конечно, это один из важнейших показателей развития гражданского общества. Потому что, ну, понятное дело, что люди, граждане, никто не умаляет необходимости взаимодействовать с каждым человеком, с каждым гражданином, но так уж, вот таково оно и есть, гражданское общество, такова уж и природа, суть человеческого общества, что мы объединяемся, объединяемся для защиты своих интересов, для отстаивания каких-то своих интересов, своего видения, для решения каких-то своих задач. Иногда это бывает юридическая форма, а иногда это бывает и, собственно, не обязательно юридическая, не требует юридической фиксации. Но люди неформально объединяются для решения каких-то задач. И это объединение дачников бывает, огородников, это объединение бывает, это территориальные формы общественного самоуправления, получившие распространение в Якутии. Ведь там нет обязательной регистрации, но люди объединяются, есть свои задачи, они их видят и решают эти. И они ведь тоже нуждаются в какой-то государственной поддержке. И мы изыскиваем формы того, как эту поддержку оказать. Анатолий Дмитриевич, становление и развитие институтов гражданского общества, оно определяется и президентом страны, и главой нашей республики. Какие задачи ставит перед собой министерство в 2018 году в сфере развития гражданского общества, реализации общественных инициатив? Понятное дело, что прежде всего самая основная задача, это как можно больше отсеять, вернее не отсеять, а увидеть объединения, которые несут эту созидательную силу, созидательную мощь общества в себе, в своей деятельности. Помочь им определиться, помочь им организоваться, может быть, помочь им оформить те, к сожалению, деньги, ведь они так просто не выделяются, они же выделяются исходя из каких-то требований. То есть надо заполнить документы на сайте, непосредственно документы заполнить, заявки на то, чтобы получить участие в конкурсе, наконец. Это все требует правильного, грамотного оформления документов. Вот мы и помогаем через ресурсные наши центры тому, чтобы участники таких конкурсов, подающие заявки на получение бюджетных средств, правильно оформляли документы. Вот это направление мы будем усиливать, усиливаем уже сейчас. И с этим связана непосредственно вторая задача. Вот я вам называл очень большие цифры. Ведь мы по Дальнему Востоку, по населению мы где-то в конце по объему, по числу населения находимся, да, среди дальневосточных регионов. А по количеству НКО, некоммерческих объединений, мы на третьем месте, представьте себе. И то есть таково, скажем, такое выражение гражданской активности населения. И поэтому очень важно, вот мы по восьми направлениям оказываем поддержку, восемь министерств занято в этом. Но как никогда сейчас, когда, я уже называл вам какие цифры уже пошли из бюджета затраты, президент страны и глава республики, они следят за этим процессом, очень контролируют этот процесс, для того, чтобы сохранять и равновесие в обществе, для того, чтобы поддерживать организованное общественное ведение. И это требует, вы знаете, определенной централизации, скажем так, в координации деятельности всех органов власти, усиления, скажем, таких координирующих функций. Потому что, ведь не секрет, часто бывает, что с одним проектом можно зайти, если министерство между собой не взаимодействует, нет информации просто, между ними она не курсирует, не обменивается информацией, можно с одним проектом зайти в одно министерство, во второе, в третье, получить поддержку по одному проекту и там, и там, и там. Конечно, таких случаев нет, но теоретически это возможно. Собственно, поэтому и нужна вот такая вот межотраслевая координация, чем мы сейчас и занимаемся, и будем усиливать работу вот по этому направлению. Антоний Леонидович, ну в обществе существует еще один из ключевых запросов, это на диалог с властью вообще. Как министерство планирует удовлетворять запросы населения? Ну, вообще, очень важным направлением работы является тот самый диалог, о котором вы сейчас спросили меня. Собственно, первое направление, это я вам фактически рассказал о содержательной части вот этого диалога общения. Это консультирование, это поддержка, это возможность через ресурсный центр оказать консультативную помощь какую-то. Вот, но помимо этого есть у нас такая форма, как гражданский форум, да, гражданский форум, и в этом году он уже проводился несколько раз у нас в республике. Достаточно удачный опыт, удачная практика у нас имеется. И, безусловно, то, что вот в этом году мы тоже будем проводить гражданский форум, зональные форумы, и будет один общий заключительный республиканский. И мы планируем все это дело под, ведь не случайно у нас дата 2 апреля появилась, как день гражданского активиста. Да, это вот тот самый день, на котором мы фиксируемся для того, чтобы встретиться. Это наша отчетная дата. А поговорить, подчеркнуть какие-то минусы, увидеть плюсы какие-то, и наметить планы совместной деятельности дальше. Ведь это тоже форма диалога. Есть общественная палата, с которой мы тоже непосредственно очень тесно работаем при организации различных консультаций, публичных слушаний тех или иных вопросов, которые постоянно проводятся в общественной палате. Вот эта вот форма. Наконец, есть общественные объединения, с которыми мы работаем постоянно, в постоянном режиме. Я говорю не только о национально-культурных объединениях, не только в целом об НКО, некоммерческих объединениях. Речь идет еще и о тех объединениях, которые не зарегистрированы на сегодня, но они есть. И там тоже идет очень большая работа. Вот мы ищем эти формы того, каким образом поддержать еще этот сектор. Это, прежде всего, вот такие формы общественного самоуправления. И вот, заключая все кратко, может быть, рассказывая все, мне бы хотелось пожелать зрителям, телезрителям хорошее настроение. И думаю, что мы будем совместно работать именно по некоммерческому сектору. Анатолий Дмитриевич, спасибо, если было интересно.